Около года назад вышла вот такая моя книга. Она называется «В кругах литературоведов». Я написал её, откровенно вам признаюсь, неожиданно для себя самого. Я никогда не собирался писать мемуары. Но ко мне не раз обращались с просьбами издатели разных сборников в честь, в память тех людей, которых я знал, которые помогали мне при жизни. И я не мог от этого отказываться. И вот вдруг я сообразил, что этого уже накопилось настолько много, что это как-то нужно собрать вместе. И эта книга появилась и имела успех, я бы сказал даже, но вызвала много положительных откликов, превышавших то, что я могу, чего я мог ждать. Я хочу вас клятвенно заверить, что независимо от того, что и как у меня получилось, я хотел писать не о себе. Каждый из этих очерков имеет своего героя. И вот этим людям, которые сыграли значительную роль в моей жизни, я хотел отдать долг, отдать долг. Ну, когда она вышла, и я, и все как-то сообразили, что что ж получается, она на 80% российских литературных. А до российского читателя она не дойдет. И я решил попытаться переиздать эту книгу, то есть второе издание, дополненное в России. Я думал, что это будет очень сложно, потому что у меня никаких связей и сведений даже о российских издательствах нет. Но оказалось все иначе. У меня ее буквально оторвались руками. И предложили очень хорошие условия. И это второе издание уже вышло. Я не могу вам сегодня показать только потому, что мои авторские экземпляры не доехали до Харькова. Они уже находятся в Белгороде. И через какое-то короткое время, я надеюсь, их получат. Я хочу вам сегодня рассказать об одном из персонажей этой книги. О Дмитрии Сергеевича Лихачеве. Сразу предупреждаю. Я не буду вам пересказывать очерк, который здесь напечатан. Я отрицаю какую-то унификацию письменной и устной речи. Я считаю, что это два абсолютно разных способа передачи информации. Самая лучшая статья, прочитанная вслух, не станет хорошей лекцией. А речи великих ораторов, которые мы читаем и напечатаны, разве они способны так поднять толпы, как эти ораторы поднимали в свое время? Пожалуйста, можно читать речи от Цицерона до Троцкого, популярнейших ораторов, Жереса, Чагевару. Это все было только когда. Это говорилось устно. Видимо, играет какую-то роль и мимика, и жест, и интонации. Это совершенно разные вещи. И поэтому вы не найдете здесь того, что напечатано там. Там я привожу письма, которые я получил от Лихачева или от других людей. Я вам не буду сегодня пытаться показать место Лихачева в науке, его заслуги как ученого. Я хочу попробовать поэксплуатировать свою память для того, чтобы представить вам, какой личностью был этот человек. Для меня Лихачев это воплощение интеллигентности. Вот некий эталон, образец интеллигентности. Я бы даже сказал в какой-то мере и аристократизмом, если брать только положительную сторону этого понятия. Но интеллигентность Лихачева это, по-моему, ну, такой главный какой-то стержень его натуры. Он оставил очень правильные соображения, высказывания об интеллигентности. Он говорил, ну, я цитирую то, что я читал, он говорил, скупой человек может притвориться щедрым, трус может притвориться храбрым, но никто не может притвориться интеллигентным. Как только он откроет рот, все сразу станет ядно. В этом Лихачев видел необычность, особенность этого качества. Это его интеллигентность проявлялась в таких мелочах, что я даже сам не понимаю, почему я обращал на это внимание, и почему это запомнил. Вот какая это у него была баньера, все делать одинаково. Вот он написал письмо рекомендательное мне, дает мне его прочесть. Я беру, пытаюсь его сложить, этот лент бумаги он забирает у меня обратно и складывает по-своему, своим единственным способом, к которому он привык. и вот как-то по-особенному он держал рюмку, и все, что он делал, было проликнуто каким-то ощущением, что это можно увидеть только у него. три анекдота о интеллигентности Лихачева. Анекдоты не в современном смысле, когда анекдот рассказывается для того, чтобы посмешить. Если люди рассмеялись, значит, анекдот плохой. Анекдот в первозданном смысле этого слова, как он пошел в русский язык. Короткий рассказ, о действительно имевшем место происшествия. Сижу я, Оля, хочу говорить, что я сегодня вечером еду в Москву. Он задумывается на минуту, потом говорит и просит меня отвезти в Москву какую-то сверхценную рукопись, которую он боится доверить в почте. Я беру эту рукопись, отвошу в Москву, отвешу куда надо все. Потом идут в мою издакцию, печатается моя книга, у которой я не хочу ответственный редактор. И мне там говорят, нужна подпись Лихачко на каком-то документе, иначе она останавливается. Я в тот же вечер еду обратно в Ленинград и прямо с вокзала иду к Лихачеву на дачу. Я прекрасно понимаю, что это хамство. Нельзя приходить без договоренности, без разрешения, без приглашения. Ну вот такая ситуация создалась. Я вхожу в этот сад, сажусь на эту скамеечку, Лихачеву, они. Через какое-то время калитка открывается и он ходит. Он улыбнулся мне и пожал мне руку так, как будто свидание со мной было назначено. Как он должен был удивиться в душе? Он вчера меня проводил в восклу, тут я появляюсь у него где-то. Но у него ни один мускул не дрогнул на лице. Он понимал, что я и так смущен. А если он еще будет удивлен, тогда еще больше его смутить. Анекдот второй. Я ухожу от него, подает мне пальто. Я конечно забираю у него пальто, не надо. Он мне говорит в царской армии была такая традиция. Старший под званием мог подавать младшему жене, а младший недолго был, потому что у старшего это был знак уважения, а у младшего это подхлеба. Анекдот третий. Договариваемся мысли хочу, потому что я к нему приеду на дачу. подъезжает мой поезд в Зеленогорску, идет дождь, небеды, в Ленинграде дождь. Я выхожу из вагона, на перроне стоит лихачок с двумя зонтиками в руках. Конечно у меня был зонтик, но тем менее он пришел встретить меня и захватил зонтик. вот с моей точки зрения вот такие вот вещи создают его образ. Вот таким он остался у меня в памяти. Ну теперь я брошу взгляд на его жизнь и расскажу кое-что, что вы вряд ли где-нибудь прочтете. лихачок был совсем не из интеллигентной и тем более не из аристократической семьи. Его отец был в средней руке инженером, а дед, но отец отца вообще священником, что было очень плохо по тем временам. Он закончил трудовую школу, так называемую. в Ленинграде и поступил в Ленинградский университет, как это ни странно, на романо-германское отделение. Он собирался специализироваться по западной литературе, что даже трудно себе сегодня представить. Он кончает Ленинградский университет и уже после окончания его арестуют за членством в каком-то студенческом кружке, в протрум и так далее. И он проводит четыре года на Беломорканале и в Соловках. О Беломорканале ни одного слова никогда я от него не слышал. О Соловках дважды и я об этом расскажу. Беломорканал это был лагерь смерти. Это ну я ничего не прибавлю к тому, как это описал Солжиитов. Там все было устрано костьми и там просто уничтожали людей. И Солжиитов пишет, что потом он решил как-то проехать по этому каналу, чтобы посмотреть вот что же возникло на костях этих. Выяснилось, нет канала. Нет канала как артерии транспорта. Петр построил Петербург, так Петербург уже распался. А здесь столько людей полегло и все это было совершенно ни с чем. после освобождения Лихачев вернулся в Ленинград и его взяли на работу в издательство Ленинградское даже не редактором, а корректором. Ленинград. у меня книга 35-го года издания. Книга Мейллка Пушкина «Русский романтизм». Мейллк был на 6 лет моложе Лихачева. Это книга в Укредиллярской инцертации. А на последней странице надпись корректор Дели Хачев. Это эти два слова делают в моих глазах эту книгу реликвией. Но постепенно отношения все-таки к нему начали меняться. В 41-м году он стал младшим научным сотрудником Института русской литературы. И началась война. Он остался в Ленинграде. Был как бы жертвой блокады. Кстати сказать, эти жертвы блокадные во многом на руках тех, кто когда немцы подступали в город, вместо того, чтобы вывести всех, кроме тех, кто нужен для защиты Ленинграда, пускали наши идиотские лозунги «Не пхинем родной город! Будем родным городом!» Сколько людей осталось из-за этого в Ленинграде и погибло. Лихачевкин погиб к счастью, но он был на грани гибели. Он там написал блокадные годы маленькую книжечку, которая называлась «Оборона русских городов». Он рассказывал, что когда он работал над этой книгой, он мог взять с книжной полки только то, что было на уровне протянутой руки. Поднять выше руку у него уже не было сил. И я понимаю, когда он говорил, что эта книга самая дорогая в его жизни. Я не беру. Теперь я расскажу о том, как произошло мое знакомство с читатчиком. Дело в том, что я работаю над кандидатской инсерстацией, не имел ни аспирантуры, ни научного руководителя. У меня вообще не было в жизни учителя в точном смысле этого слова. Я приезжал в Москву, в Ленинград, звонил абсолютно незнакомым людям и говорил, вот я учитель из Харькова, я пишу федератскую инсерстацию, уделите мне время для беседы. И уровень культуры и интеллигентности тогда был такой, что ни один человек мне не отказал. А ведь я выбирал лучших, самых занятых, которым наиболее трудно было пожертвовать свое время. И вот таким путем я попал к Евгению Максимову. Он со мной беседовал, я ему рассказывал о своих планах, о том, что я успел найти к этому времени в архивах материалов по Бороценскому, который был темой кандидатской инсерстации. И послушав меня, Дмитрий Евгеньевич сказал, да вам надо книгу об этом написать, у вас столько материалов. Я вас сведу с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, он помогающий человек. И он действительно позвонил Лихачеву, и Лихачев назначил время, и вот тогда я 3 августа 63-го года я впервые в жизни его увидел. Я пришел к нему не только с замыслом этой книги, но я носился с идеей собрать конференцию, посвященную 120-летию, простите, да, 120-летию со дня смерти Бородзенского. Тогда в это время отмечались в одинаковой степени юбилеи дней рождения и дней смерти. Лихачев это поддержал и предложил проводить мне эту конференцию в Тамбове, ну, как бы народе, не Бородзенского, где он был хорошо знаком с Борисом Николаевичем Двияниновым, который заведовал там в кафедре литературы. Он написал Двиянинову письмо, которое позднее Двиянинов подарил мне. Письмо это начиналось так, что в Харькове живет юноша, это я тогда был юношем, юноша Энга Фринба, который занимается Бородзенским, он побывал у меня Комарова и произвел у меня впечатление человека интеллигентного и приятного. И вот нельзя ли там помочь, собрать и так далее, и так далее. Ну, Двиянинов это горячо поддержал, с этим, с этого времени началась моя дружба и с ним, но так или иначе окрыленной этой поддержкой Лихачева, я подал заявку в Источство наука, где в конце концов вышла эта моя книжка и на материале ее я защищал, написал, по крайней мере, кандидатскую диссертацию и Лихачев продолжал мне оказывать всемирное покровительство и обещал посодействовать защите моей диссертации в Пушкинском доме. Это не состоялось, это наткнулось препятствия, но это все от Лихачева совершенно не зависело. И он, и Борисович Мейлах, с которым я к тому времени подружился и который обещал быть первым оппонентом на моей кандидатской защите. Они сделали все, что могли. Там возникло другое препятствие. Я не хочу отвлекаться на это, потому что к Лихачеву это не имеет никакого отношения. Но когда выяснилось, что я буду защищать диссертацию Харькова, то обнаружилось, что тут тоже не слава Богу. Тут с кафедрой заведовал как бы по-бежи вискать совершенно выживший из ума человек, который в 30-е годы, когда господствовал вульгарный социологин, разогнал всех настоящих специалистов из Харьковского университета, в числе которых был будущий академик Александр Иванович Берецкий. И люди, которые работали в университете, они предупреждали меня, что не преодолеть мне сопротивление лидерски. Я вынужден был поехать в Тарту защищать кандидатский экзамен, потому что я не мог защитить его в городе, в котором я живу. И вот я поехал Прихачеву и попросил его, чтобы он написал для меня письмо к лидерски и попросил его от своего имени, чтобы он помог моей защите. Этот путь не я придумал, но выстрел оказался в яблочко. когда я привез это письмо лидерски, он был так польщен тем, что к нему обратиться сам не хочу, что судьба этой букашки Фринбурга потеряла для него всякий интерес. Он допустил мою защиту, я защитил. и эта проблема оказалась решена. После этого у меня были с Лихачевым очень хорошие и доверительные отношения. Я постоянно у него бывал, советовал с ним обо всем. В частности мне очень запомнилось то, как я заветовался с ним по поводу своей темы своей докторской интертации. Это была история, в которой есть, конечно, элемент комизма, в особенности, когда мы смотрим с высоты прожитого времени. Я колебался между двумя темами. История русской легии естественное продолжение диссертации о Боротынском, который был, считался первым элегиком пушкинского времени. это мне рекомендовал очень любимый мною Ефим Горьевич Эткинт. А вторая тема в моем включении было писательское мастерство Маркса Энгельса. Когда люди слышали, что я между двумя такими абсолютно не сопоставил и не имеющим ничего общего темами, болтаюсь, все смеялись и так далее. Я хотел бы, чтобы у вас не было тени даже подозрения, что я занялся Марксом Энгельсом из карьерных соображений, потому что это детство не помогло бы, а не такие имена легко было бы защитить. Я всю жизнь был оппозиционером, диссидентом. При советской власти моих друзей вызывали в КГБ и собирали на меня материал. А когда я оказался независимой Украине, так я боролся за равноправие русского языка, так что меня убить угрожали. У меня не было ни малейшего тяготения к этой теме по каким-то спекулятивным соображениям. Я действительно интересовался сочетанием двух типов мышления научного и художественного. Как это реализовано? Потому что Маркс давал для этого уникальный материал. мои работы по этому поводу выходили в 68 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Маркса. И тогда начали говорить, а вот через два года будет столетие со дня рождения Ленина. Напишите языки Ленина. Чёрт, два слова я об этом не написал. И вот я вам и хочу и прошу его совета какую тему есть брат. Я понимаю, что Лихачев предпочел, чтобы я занимался религией, но он мне этого не сказал. Он хотел, чтобы я это решение приел сам. как сейчас помню этот разговор, мы сидим с ним за столом и на все мои доводы он чуть пощипывая печенье говорит думайте, думайте, думайте. Ну и в конце концов я действительно написал дистерсацию русской религии, хотя поверьте моей искренности я бы и сегодня бы закончил вот эту работу над Марксом Энгельсом, если бы были для этого условия, если бы я не был так отвлечен и увлечен тем другим, чем я сейчас занимаюсь. это время у Лихачева раздражается трагедия, которая наложила ужасный, страшный отпечаток на последние годы его жизни. Лихачев выступает в какой-то телепередаче, сказал, что евреи внесли большой вклад в русскую культуру. Скажите, пожалуйста, какое открытие, а то этого никто не сказал. но бывший тогда первым секретарем Ленинградского обкома Георгий Васильевич Романов решил уничтожить Лихачева за это высказывали. Романов был страшной личностью. Он в частности установил такое правило, что в Ленинграде не будет разделенных семей. Если хоть один человек эмигрировал, выжить всех от остальных, чтобы они тоже уехали. Был такой прекрасный человек, ученый, замечательный, Илья Захарович Серман. У него уехала дочь. Что он делал для того, чтобы остаться в Советском Союзе? Он писал бесконечные письма к Брежневу. Я воевал, я проливал здесь кровь, я не хочу отсюда уезжать. Его выберли. И он стал заведующим кафедрой Иерусалимского университета и так далее. И лезинградцы, вы знаете, боялись, как бы Романов не захватил Кремль, не стал человеком номер один. И что успокаивало, мне об этом говорил Яков Семенов Беринкес, не захотят, чтобы во нове России опять был человек с фамилией Романов. И может быть в самом деле это сыграло какую-то роль. Романов организовал избиение Михачеву, когда ему сломали два ребра и он проявил невероятное мужество. Все таки позвонил в милицию и его увезли. На глазах у Лихачева несомненно для меня и для всех по приказу Романова была убита его дочь. У него было две дочери. У любимицы была старшая Вера, с которой он уже выпустил одну монографию, в которой он видел свое наследие продолжать не до своего дела. И сбила машина у него на глазах. И не было человека в Ленинградину этого круга, для которого было бы хоть под малейшим сомнением, кто стоял за этим убийством. Надо сказать, что и Лихачев не шел на попяствии. В то время, когда все обязаны были подписать письма с разоблачением, там, всякими проклятиями в адрес Солженицына и Сахарова, когда к Лихачеву подошли, он сказал, я не подпишу. У него спросили, почему? Он сказал, а я отказываюсь без комментариев. И он вот эту свою порядочность и принципиальность нес к себе до конца. А когда пришел к власти Горбачев, ситуация изменилась мгновенно. Вы знаете, друзья мои, сейчас любой русский может ругать Путина, мы с вами можем ругать Порошенко. Когда Горбачев пришел к власти, еще действовала инерция сталинских советских времен, где он всех неприкосновенен. и стоило Горбачеву сказать к мнению академика Рихачева следует прислушаться. Все. Ситуация для Рихачева в один миг изменилась неукноваемо. Ну, конечно, он уже был окружен вниманием и уважением и заботой и так далее. Еще не могу вам не рассказать один эпизод, который может показаться, что диссонирует со всем обликом Лихачева, а на самом деле, как я думаю, естественно в него входит. Это было году в 80-м. Я тогда подготовил издание Бородинского литературных памятников и меня пригласили на свидание редколлегии, где должны были утверждать эту книгу. не нужно было в ее присутствии. Лихачев сказал, нам нужен Бородинский, нам нужен Леонид Генрихович, и никто не возразил все. Но в этот день единственный раз в жизни я видел Лихачева в гневе. Дело было вот в в редколлегии литературных памятников большинство были москвичи, а меньшая часть ленинграции. И был назначен заместителем председателя редколлегии директор издательства наука Самсонов. Это было некое назначение комиссара по старым временам. И Самсонов, который стремился укрепить свое влияние там, он создал некое бюро редколлегии, то есть, ну, которого возглавил, конечно. Получилось, что у редколлегии два председателя. Председатель коллегии и председатель бюро. Лихачев некоторое время это терпел, а потом он взорвался. И этот взрыв произошел. Пойми, вот на этом заседании есть коллегия. Друзья мои, он был в гневе так же прекрасен, как во всем остальном, другие минуты, когда я его видел, знал. Он не повысил голос. Но он с такой силой сказал, что он не признает существование какого-то бюро, что все замерли. полная тишина установилась и по-видимому не я один был такой, который увидел Лихачева в такой роли и впервые. Ну, а потом что ж, Лихачев, депутат первого съезда народных депутатов. И после этого я уже Лихачева вживую и видел, но я видел его по телевидению за год полтора до его смерти он рассказывал о соловецких лагерях. Я мне врезалась в память выражительность его лица, его молодой голос, одухотворенность, тона, которым все это говорил. Как будто он обращался к каждому в отдельности. Он рассказывал о том, как ни за что не прошло вдруг рассвяли 300 человек только для острасти, что все остальные боялись. Сколько возмущений у него было, сколько лет прошло с тех пор, как живо в нем все это было. И он остался вот до последних дней своей жизни вот ну таким же, какими он был когда с ним познакомился. И последнее, о чем я вам хочу рассказать. Лихачев, который всю жизнь занимался древнерусской литературой и, можно сказать, стал первым специалистом по этому поводу наверное в мире, за несколько лет до смерти, поменял специализацию. Он стал специалистом по парковым культурам. В последние годы своей жизни один за другим он выпустил два или три или четыре даже огромных томов, посвященных паркам Европы. вот такой ты был человек. субтитры